МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Жесть» в студии Анастасия Лаврова. Смотрите сегодня. Виновен в двойном убийстве. На сколько лет сел безработный Амич? Многомиллионная афера, как обманывали своих клиентов-риэлторы и отдохнул с друзьями, где нашли тело пропавшего без вести. В Омске, в районе жилого комплекса «Ясная поляна», найден труп 44-летнего Абдирасула Мурзаева. Продавца рынка в последний раз видели 19 апреля. Через три дня в полицию с заявлением о пропаже обратилась жена Мурзаева. Следователи, восстановив картину произошедшего, узнали, что накануне исчезновения мужчина отдыхал с друзьями в кафе. Компания покинула заведение на автомобиле. Машина числилась в угоне. Она была арендована одним из знакомых нашего потерпевшего. По маячку вычислили местонахождение, что и насторожило следователей и сотрудников полноморозыска, что в машине были обнаружены следы крови. В нескольких метрах от машины обнаружили тело Мурзаева. Трупы злоумышленники попытались спрятать, взрыв в землю. Эксперты постановили, скончался мужчина от удара тяжелым предметом по голове. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас оперативники разыскивают преступников. По одной из версий, к случившемуся причастны друзья потерпевшего, с которыми накануне исчезновения он отдыхал в кафе. Сегодня в Омском областном суде вынесли приговор Сергею Маркину. Он признан виновным в двойном убийстве. В прошлом году он зарезал двух своих собутыльников. После попытался скрыть следы преступления. В итоге Маркин отправился в колонию строгого режима. Насколько знает Юлия Воробьева. Я хотел попросить прощение, чего ты не подъедешь. Я, с сожалению, не видел, что так получилось. Как убивал своих собутыльников Сергей Маркин не помнит. Говорит, в тот вечер выпил лишнего. Восстановили картину произошедшего следователи. В октябре прошлого года 36-летний безработный вместе со своим соседом и его товарищем выпивали. Как и из-за чего завязалась ссора между мужчинами, неизвестно. Но Маркин утверждал, друзья украли его вещи. Для него этого было достаточно. В руке оказался нож. Одному мужчине он нанес 24 удара, второму – 14. После вернулся домой. Вот тогда у него и созрел план. Как оказалось, провальный. Взял еще один нож, чтобы положить рядом с рукой потерпевшего. Вернувшись в квартиру, где все происходило, он увидел, что потерпевший членка жив и с целью доведения своего преступного умысла до конца нанес порядка 10 ножевых ранений. В инсценировку никто не поверил. Тогда Маркин придумал новую версию – самооборону. Следователи опровергли и этот вариант. Обвинение Маркину было предъявлено по статье «Убийство двух и более лиц». В ходе премии сторон гособвинением было предложено суду определить наказание в виде 18 лет лишения свободы. Потерпевшие в ходе судебного заседания иски на возмещение морального и материального ущерба не заявляли. На строгом наказании не настаивали. В итоге суд приговорил Сергея Маркина к 17 годам лишения свободы и одному году ограничения свободы. И еще один резонансный приговор. На 11 лет, 2 месяца и 5 дней в колонию строгого режима отправился житель Любинского района Омской области Сергей Равенский. Он признан виновным в смерти Ольги Рябиченко. Слава у нее в поселке была дурная. Погибшая являлась представительницей древнейшей профессии. Состояла на учете в полиции за занятие проституцией. Но в последний день жизни дама не работала. Пошла на свидание. Закончилось оно трагически. Она предложила мне с ней заняться. Все, мы занялись. В общем, раз переспали. Все, я встал, оделся. Она предложила мне еще раз, я сказала, что не буду. Как бы, ну и не хочу, и не... Она начала меня вызывать, ну, всякие там... Вчера мне тоже говорить? Не надо. Мотивом совершенного преступления было оскорбление со стороны девушки, которая начала упрекать молодого человека в неполноценности сексуальной. В ходе этого возник конфликт. Молодой человек взял нож и совершил убийство. Окоченевший труп женщины обнаружили в выгребной яме в подворье Сергея Равенского. Эксперты насчитали на теле Ольги Рябченко 19 ножевых ранений. У нее остались двое детей. Равенский во всем признался ранее. Он уже был судим за мошенничество. К другим темам. В Омске раскрыто многомиллионное мошенничество в сфере недвижимости. Полицейские задержали двух подозреваемых. Мужчины трудились в риэлторской фирме. Их клиентами становились, как правило, доверчивые пенсионеры или люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию. По версии следствия, специалисты обещали продать их жилье, найти подешевле и вернуть вырученную разницу. В итоге омичи оказывались на улице и без денег. Чем вы занимаетесь? Какой хотя бы деятельностью? Можете сказать? Я никакие вопросы отвечать не буду. Это первый подозреваемый в мошенничестве. Мужчина отказывается давать показания в присутствии журналистов. А вот его коллега, второй предполагаемый аферист, довольно разговорчив. Утверждает, никого не обманывали, помогали людям в трудных жизненных ситуациях. А то, что деньги с продажи квартир вернуть клиентам не удалось, так это всего лишь рабочие моменты. Я не считаю, что, как бы сказать, что все безумно, безумно замечательно. Где-то, ну, криминально я не могу сказать, да, как бы сказать, то, что криминал, но рабочие моменты грязные, то есть, ну, возможно, где-то они... То есть я в том смысле, что грязно, никто никого не заставлял, никто никого силой, ни силой, ни убеждением, ничего нет. Просто, как бы сказать, есть такие моменты, когда с людьми очень тяжело работать, и то есть иногда приходится на них давить. Давить не пришлось на Сергея Моисеева. Он один из потерпевших. Сергей говорит, что прочитал объявление о риэлторских услугах, обратился в компанию, заключил договор. Мужчины пообещали продать его частный дом за 1 миллион 200 тысяч рублей. Сделка прошла быстро, только вот деньги Сергей так и не увидел. В этой покосившейся избушке на окраине Омска Сергей прожил несколько месяцев. Потом его попросили с вещами на выход. Риэлторы уже перестали обещать, что деньги вернут завтра. Просто не отвечали на звонки. Вот тогда Сергея озарило. Обманули. Как позже оказалось, не его одного. В полицию с подобными заявлениями обратились 13 человек. Сумма общего причиненного ущерба 8 миллионов рублей. Подозреваемых в мошенничестве задержали. Офис на Богдана Хмельницкого, в котором заключали фиктивные сделки, закрыли. Были задержаны два гражданина 1966 и 1981 годов рождения, один из которых является руководителем риэлторской компании, другой его заместителем, которые путем обмана, злоупотребления доверием завладевали жилищами граждан, переселяя их в ветхое жилье, впоследствии не оформляя собственность данных граждан на эти помещения. За махинации с квартирами недобросовестные риэлторы могут отправиться в места не столь отдаленные на 10 лет. Впрочем, возможно, отвечать перед судом им придется еще по одной статье. Во время обыска в квартире у одного из подозреваемых был обнаружен целый арсенал. Охотничьи ружья и боеприпасы, среди которых патроны для стрельбы из автомата. Злоумышленники заявили, что нашли все это на улице и как законопослушные граждане хотели сдать, но не успели. И последняя новость выпуска. Сегодня специалисты регионального следственного комитета встретились с коллегами из Казахстана. Это уже третий подобный международный семинар. Тема для разговора та же – коррупция. Несмотря на ряд скандалов, в которых оказались замешаны омские чиновники, такие как Вадим Меренков, Александр Стерлигов и Валерий Поморгайло, сыщики оценивают ситуацию с экономическими преступлениями как подконтрольную. В Казахстане же с коррупцией борется отдельное ведомство – финансовая полиция. Ее сотрудники выявляют так называемые системные преступления, когда взятки в сговоре берут сразу несколько высокопоставленных чиновников. В прошлом году глава Следственного комитета России Александр Бастрикин предложил перенять опыт соседей и создать подобное отдельное ведомство у нас. Однако, эта инициатива так и осталась на уровне идеи. Когда преступники скрываются на территории сопредельных государств, здесь без этого никак нельзя, потому что международными договорами предусмотрены, что мы, например, не можем на территории Российской Федерации проводить какие-то оперативные разговоры без участия наших российских коллег. На сегодня это все криминальные новости. Увидимся завтра. Будьте осторожны, берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин